здравствуйте друзья у нас сегодня необычная съемка мы не пользуемся головными уборами мы так строгенько строгенько у нас гость зовут лена вот это все что я вам скажу ну еще скажу что лена у нас работает в офисе она недавно пришла сколько вы две недели уже не вторая неделя вот но новый мужской человек и я подумал что вы должны знать в лицо если наш коллектив собственно вы практически всех знаете но от лена очень приятно леночка вы откуда вообще родилась в новосибирске выросла в москве но в какой мере родилась то есть до какого возраста вы проживали в новосибирске до 12 лет то есть вы помните трескучие морозы в городке вы жили в городке или в самом городе нет я жила в центре в самом центре не бывает как там в центре вообще это прикольно престижно там в центре у вас квартира была дом вот с такими стенами нет а у нас была квартира до какая из них не а папа любил ученик менять квартиры поэтому мы жили ни у нас в стройке и ежели в сталинском доме с высокими потолками вам нравилось жить в сталинском доме с высокими потолками да так а что легко вот так легко вот так взял поменял квартиру или как папа любил менять квартиру. Папа любил менять квартиры. Раньше было легко. Находишь человека, желающего переехать в твою квартиру и вы меняетесь. Это еще при коммунистах, я извиняюсь. До компьютера, так сказать. Это в прошлом веке, до 80-е, 90-е. В прошлом веке. Да, значит, ну хорошо. Потом мы поехали в Москву. Папа тоже в Москве все менял-менял. В Москве мы тоже поменяли несколько квартир. В Подмосковье, в Москве. Вообще это какая-то прямо... Это хобби такое у него? Да. Или бизнес? Это хобби на улучшение жилищных условий. Молодец, папа. Так, подождите, а папа вообще зарабатывал на жизнь чем? Директора магазина оптики. Очки продавал? Да. А вот по советским временам это какая-то блатная такая-то же настижка? То есть, скажем, красивых оправ так было не достать днем с огнем. Что-нибудь такое. Дефицит. Это там был дефицит? Да. Это считалось блатной профессией, потому что связано с медициной. Медицина это не только оптика, но и аптека. Как бы это одно подразделение. Ну, если он директор магазина, где очки делают? Да. Так а где у него аптека? Соседняя дверь. Ну, обычно оптика и аптека были вместе. Хорошо. Либо, ну, все директора... А где-то тоже там на Кузнецком мосту где-нибудь, где у вас там он был? Да, в Новосибирске я работал в Пирамайском районе, а когда мы переехали в Москву, уже на Кузнецком мосту работал, а потом открыл свое дело. А там был какой-нибудь дефицит? Вот что было дефицитом, вот где он работал? Да, это все было дефицитом. И стеклышко тоже? Не помню, про стекла не помню. Оправы, да. Оправы были роговые, металлические, то есть, как вот, сверху вот есть. Да, как у меня. А снизу нету. Я не помню, как это называется. Я тоже не знаю. Снизу вообще ничего нет, стеклышко, а сверху вот оправка такая. Да, это одни из самых блатных оправок. По тем временам. Правда, а я все такие не так давно. А я любил как раз, я консервативно, я любил с роговыми оправами. Я говорю, ты как какой-то профессор, какой-то старичок. Но вы же учитель. Вам положено постараться. У меня была студентка одна, я вам расскажу. Была одна студентка, она здесь уже в Америке, по вот этому очковому бизнесу, я извиняюсь. И она мне сказала, Михаил, вы не соответствуете вашему образу, говорит, не соответствуют вот эти вот очки, говорит, совершенно не соответствуют. И говорит, надо вот такие. И я пошел, сделал, думаю, человек знает, если она там. Ну что же, хорошо. Так вы в Москве уже учились в институте? Да, я закончила школу в Подмосковье, в Москве в институте. Ну, и что за институт был? Был один из частных. А уже частные появились? Да, я очень хотела поступить в финансовую академию, сдавала экзамены. И когда пришла, подавила документы, председатель приемной комиссии посмотрела и сказал, ну что же ты, землячка, здесь делаешь? Ну, разве ты не знаешь, что сюда можно поступать только по блату? Вот ты, землячка, вот я тебе говорю, как вот... Из Новосибирска. Он тоже из Новосибирска был. Да, он увидел, что у меня написано. Я извиняюсь, финансовая академия, это что-то, бывшие Плехановские или что-то? Нет, это финансовая академия при правительстве, она находится на ВДНХ, на Алексеевской. То есть, это какой-то новый вуз, не советских времен? Советских времен. Как он? Финансовая академия при... То есть, есть Плехановские, а есть финансовая академия. Так это еще при коммунистах было? Да. И очки не помогли, а правы не помогли? А мои родители были не в курсе, что... Нужно оправу. Что нужно помогать, ребенку поступать. А, да вы что? Есть такие, понимаешь? Есть. На Кузнецком мосту, понимаешь, работает, тут аптека здесь, значит, оправа и вообще, как с луны свалился. Ну, в итоге же я выучилась. Так. Но вы говорите, это было в советское время, а в то же время, вы в частную пошли. Ну, тогда вы только появлялись, это в середине 90-х, вот 11 первых... это уже не советское время, я понял. Уже середина 90-х. Так хорошо. Так вы хотели быть кем вообще? Финансистом это как? Экономист, финансист, как родители. А они финансисты, но при очках? Да. Они учились на экономиста, но работают в другой области. Они вам не говорили, доченька, да что ж ты делаешь? Нет, наоборот говорили, все другие профессии не подходят, иди, как мы, на экономиста. Так, братья и сестры есть? Сводные. Сводные. Тоже экономист? Нет. А кто? Не знаю. Не поддерживаете отношения? Нет. А, ну, тогда он так, он как бы есть, и как бы его одновременно нет. Хорошо. Значит, учились вы в частном учреждении, закончили. Да. Что дальше было? Вы разочаровались в профессии, или наоборот вы... На последнем курсе университета я пошла работать фулл-тайм, то есть как бы нужно было проходить практику, но я заодно устроилась, работала в одной из первых интернет-провайдеров в Москве, CityLine, и заканчивала университет. Известное учреждение. Так, это уже где-то 99-й, 2000-й? 98-й. 98-й. А это до кризиса, вот когда-то, дефолт это был? Как раз до кризиса. Да. В сам кризис, вот буквально, я вышла замуж в августе, в середине, и буквально вот у нас были билеты, мы уезжали сюда, муж студентом был, и нам уезжать, нам нужно поменять рубли на доллары, курс упал, случился крах. Слушайте, муж учился в США. Муж учился, да. А где же вы с ним познакомились? По интернету. Уже? То есть интернет только появиться успел? Ну, я же работала в интернет-компании. А, ты господи. И вы его? Мне начальник поздно. Мало невест было, я понял. В то время еще было мало невест с интернетом. Понял, что начальник что? Начальник установил осики на моем компьютере. Так. Просто я увидела цветочек, не знаю, что такое, ходила, спрашивала, мне сказали, разбирайся сама. В общем, короче, так и познакомилась. Да, я разобралась, что это такое, как пользоваться. Муж-то откуда сам? Муж сам из Новосибирска. С Академгородка. Старые connections. Да, то есть... Понял. То есть даже Москва новосибирских не испортит. Да. Хорошо. То есть мороз трескучий вам не страшен? Вы в Канаду можете сказать? Нам все равно. Ну, на самом деле, я никогда не мечтала и не собиралась в Америку. Это получилось случайно. Все-таки я хочу понять, вы успели закончить институт? Да, я закончила институт. Бросила работу. Вышла замуж и уехала сюда. Потому что там дефолта не было, а тут был раз и уехала. Со студентом. Да. Так он студентом был где? Он был студентом в Аризоне. В Аризонной State University. Учился на PHD. Ну, доктора наук. То есть уже постарше такой был? Не то, что там совсем маленький. В какой области у нас PHD? Он не получил PHD, потому что получил приглашение о работе и мы переехали из Аризоны в Калифорнию. В какой области учился и получил предложение? В Computer Technology. Получил сам Microsystems. И вот сюда и приехал? Да. Вот Мелопарк здесь сейчас. Еще до того, как Sun прикупился Oracle. До того, вот сейчас на кампусе Sun находится Facebook. То есть мы ездили, он работал в Мелопарке, приезжал к нему в гости. Так подождите, он работал в Sun. Да. А сейчас он где? Apple. А, то есть он не остался в Oracle вместе с Sun? Нет. Он ушел в Apple. Да. А что там он что делает? Там он работает над CoreOS. То есть так, стратегического масштаба человек? Да. Ну хорошо. Так вы сколько уже замужем-то? А вот будет 18-е годовщина. Друзья, некоторые из вас еще даже и не достигли 18 лет, а мы вот с Еленой прекрасно помним это время. Да. 18 лет назад. Да. Так, ну как вообще замужем? Нормально? Хорошо. Не то, что в девках ходить? Наверное, давно было не помню. Она же не помнит, как она... Так. Ну хорошо, а там может друзья какие, вот тут уже столько лет. Есть друзья-то? Здесь? Да. Конечно, у нас очень много друзей. Так, из Sun все, из Apple, откуда друзья-то? Друзья из разных областей, и мы уже здесь перезнакомились, перероднились, крестные у детей. То есть все... Так, детей у нас много? Двое. Какого возраста? У нас две девочки, 9 и 12 лет. Ну, по идее, они довольно близки по возрасту. Они могли бы даже дружными быть. Какими-нибудь дружными? Дружные, ну, иногда, конечно. Конечно, не без этого. Не без этого. А в какую школу вы ходите? Ходим в обычную паблик-скул. Ну, где? В городе Сан-Хасан. Ну, приличная. Хорошая, 10 из 10. То есть, в Сан-О-Зе есть десяточки? Есть. А то, знаете, пугают, говорят тут, мексиканские там все. А где в Сан-О-Зе, какая часть? Секретная? Секретная. Все, она мало. Ничего, а то сейчас понабегут в нашу школу, правильно? Здесь у нас много русских. А, ну, хорошо, хорошо. Значит, но это школа именно Сан-О-Зе-скул-дистрикт, не... Нет, окей, хорошо, хорошо, я понимаю примерно. То есть, это на границе Купертино, Кемпбелл, Саратого, все там. Ну, представляю, я там жил недалеко, да. Ну, что же, хорошо, так как давно вы знаете про нашу школу? Про вашу школу слышали, что люди учатся, заканчивают и получают интерншип. То есть, очень знаменито тем, что вы помогаете людям устроиться на практику, и если они покажут хорошо себя, то идут уже работать. А я думаю, хоть как покажи, если пойдешь работать, будешь работать, не пойдешь работать, хоть ты какой будь, не будешь работать. Ну, многое зависит от первых шагов, чтобы получить практику. Уверенности больше, да. Это им для уверенности хорошо. Значит, в профессиональном плане приехала, закончила уже институт, уже тип финансист. Там все, все там, вы по-московски так растопырились, небось, да, или вы как по-носибирски скромненько, скромненько, ладно. Приехала, значит, что делали? Приехала я сюда вначале, как жена студента, виза, затем поменяли статус на жена работника, H4. Постойте, то есть, ваш кавалер не был еще постоянным жителем, он был студентом оттуда? Студентом. А, я понял. Мы приехали, как бедные студенты, потом поменяли статус на H1B работник. Муж получил H1B, а вышел H4. Это было давно, это было тогда несложно, я понял. и я решила, ну, был вариант, либо пойти учиться дальше на экономиста, финансиста, бухгалтера, переучиваться, новые термины по-английски, либо исполнить свою мечту, а мечта у меня была гостиничный бизнес. Купили гостиницу? Нет. А, окей. Ну, пошла учиться в местный колледж и одновременно пришла в ближайшую гостиницу, которая возле дома была, и сказала, я хочу у вас поработать по волонтере. Но большая гостиница, прилично. Hilton Garden Inn, ничего. 150 номеров. Все-таки Hilton. Да. Так. У нас здесь недалеко находится. Взяли? Конечно, взяли, но они сказали, что они не могут не платить зарплату, то есть они хотят мне давать денежку, на что я объяснила. Не могут не платить. Да, не могут не платить. Это правильно, не положено. Но я на H4, я не имею права получать денег вообще никак и работать нигде. И, ну, мы так и так объяснили ситуацию, 98-й это был бум, то есть брали на работу всех, кто там кнопки умел нажимать, то есть такое было. Соответственно, меня тоже взяли. И они мне делали подарки. То есть они мне так... Купончики давали. Хорошо, значит, получается такая история. Дорога героев, дорога отцов-матерей, значит, заканчивается по финансам, потом... Да и мечта-то у меня другая. Да. Гостиничная. А что ж вы не учились на гостиничное хозяйство там? В России это было не распространено. и... И сейчас тоже? Сейчас, сейчас очень популярно, тоже это очень... То есть время не пришло? Да. Итак, мечта потихонечку начала сбываться, вы начали работать в гостиничном бизнесе, потом поняли, что там денег нет, или что вы там поняли? Потом, ну, один раз ушла в декрет, второй раз, и... Хорошо. Большой пробел в работе и заново как бы вот тяжело вернуться опять в гостиничное хозяйство. Какое ваше высшее достижение было в гостиничном хозяйстве? Менеджер по продажам гостиничных номеров и банкетных залов. С корпоративным клиентом? Нет, с сошел маркетом. В интернете? Нет. За столиком? А как? Люди приходили, им нужно свадьбы делать, им нужно... Я понял. цехи сошел вен с дни рождения. Хорошо, я извиняюсь, что там платят? Прилично или так себе? На ту зарплату здесь не проживешь. То есть, если работать в гостиницах, здесь тяжело выжить. Только на энтузиазме, друзья? Только энтузиазме. Только из любви к искусству. Но есть любители этого искусства? Есть. Окей. Не то, что они там мыло воруют или там... Нет, нет. Нет? Да. Хорошо. Значит, как вы к нам-то попали? Увидела объявление. На фейсбуке? На фейсбуке, да. Она написала, что... Ну, а вы уже сколько-то не работали? Да, я уже давно не работала в офисе. А хотелось? Хотелось. У меня одно время была своя компания, я создала. Все скрывает. Так. Что за компания? Занималась shopping services. То есть, помогала людям, которые находятся в России и в других странах, покупать здесь товары и посылала им туда. А это что-то там... Это типа тоже волонтерство? Такое же там денег. Какие там деньги? Почему? 10-15 процентов. От чего? Ну, как люди покупают, убирают одежду, чтобы им отослать ее. Сверх этого... А откуда берутся люди? Находят по интернету. То есть, мы никогда не виделись, но люди доверяют, посылают деньги. Незнакомый человеку доверяют? Да. Да. Какие все-таки наивные, добрые, душевные люди. Да. Ну, хорошо. Ну, не совсем незнакомому, потому что... Я еще и блогер. А вы на чем блогаете? Вы знаете, когда я начала, это было 18 лет назад, такого слова еще не было. И я просто начала писать дневник, называется Аленушкин дневник. Ну, в каком приложении? Сейчас это WordPress. Нет, ну да, но... Просто веб-сайт. А, просто веб-сайт? Просто веб-сайт, да, где я описывала свою жизнь. Какой URL у него? alena.net.ru Алена, прям А-Лена. А-Лена, да. А-Лена.net.ru Да. Вы захватили дефицитное имя? Ну, там сейчас особо нет времени писать. Последнее время только заметки про путешествия. Понял. А движок у вас стоит WordPress-овский? Да. Так и что? Вас там... То есть вы популярны как блогер? Раньше была, да, сейчас. Ну, как бы вот начинала. Мы вас возвращаем к жизни. Вы... Что же вы так... А слушай, а я говорю, пойдем видео снимать. А, говорит, ой, я такая приватная, такая вся стеснительная. Тут у нее бизнес, там она блогер. Ну, об этом как-то не распространяюсь. Да. Да, да, да. Ну, хорошо. Так, а вы к нам-то чего попали? Вы просто хотели какую-нибудь вообще работу в каком-нибудь офисе или... Нет, у меня было два варианта. То есть либо продолжать вернуться в гостиничный бизнес, либо пойти административ ассистент. То есть это тоже как бы одно из направлений, которым мне интересно работать. Я работала, как бы искала работу либо там, либо там, где получится. Ну, хорошо. Но вот у нас вы чувствуете какую-то миссию, такую по спасению человечества, которой, например, нет в гостинице? Конечно. Здесь... То есть вы даете столько много ученикам, а главное, что их желание учиться и уже помогать. Чувствуется? Это чувствуется очень. А каждый день сладенькое несут. Сегодня вот только что коробку зефира съели. Ну, это недостатки, я бы сказала. Да. Да, я Софии говорю, София, осталась последняя зефирка. Я говорю, может, скушаете? Она говорит, я не скушаю, но заберу. У меня там еще пол коробки открытых есть, я туда доложу, и будет пол коробки плюс одна. И вот так. А сегодня еще, знаете, я урок вел, так они в ланч, там, в обед, короче, перерыв, устроили... Потлак. Потлак. Или браунбек, там, можно. Короче, они понанесли, понанесли там всего. Индийского, знаете, перченого. Острого. 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 Ну, там, поскольку русские тоже есть, я вот съел хачапури, там девочка армянская привезла. Там... Блинчики были. Блинчики были. Ну, я не ел. Ой, с мясом. Мясо я ел такое просто, мяско, ничего страшного. Немножко перченое, но мне посоветовали. Так что у нас тут постоянно что-то такое происходит. Торты, торты, торты. Прямо уже не знаешь, куда деваться. Иногда бывают свежие фрукты, ягоды. Бывают. А бывают свежие фрукты, ягоды на торте. И сверху залиты чем-нибудь. Желатином каким-нибудь. Бывает. Бывает. Это грустная часть нашей жизни. Мы держимся, стараемся. У нас есть преподаватели сластены, мы им для них пережжем тоже. Приятно. Съезд там торт и на урок. И энергия появилась. Ну, от сахара-то, конечно. Сахар – две вещи, энергия и диабет. Все это стоит. Хотя диабет больше от стресса. Так что... Ну, так вы в целом довольны или так? Я очень довольна. А чем вы у нас занимаетесь? Расскажите. Занимаюсь всем. Начиная от телефонных звонков. Так. Работа с файлами со студентами. Какие у них вопросы, перевести в группы. Отсутствие, то есть, заполнение всяких контрактов на обучение. А фотографировать будете или это кто-нибудь еще делает у нас? Фотографии делать у нас? Фотографии. Они присылают. А то у нас своя есть. Мы их так щелкаем. Настя им посылает. Значит, у нас, Настю, друзья, те, кто наблюдает за нашим каналом, Настю все знают. Она у нас из Кишинева. Она уже лет пять работает, наверное, больше шестой год, наверное, пошел. И мужа ее у нас тут, мы показывали, рассказывал о судьбе веб-девелопера там в Америке. Вот, и мальчик ее тоже у нас появлялся. Ну, короче, Настя с мужем прикупили домик в Орегоне и переезжают в Орегон. Поэтому, фактически, у нас, значит, Лена, она перемещается вот на Насти на место. Если вы когда-нибудь зайдете в офис Портнов Компьютер Скул, так дверь откроете раз, и перед вами будет сзади на стене написано Портнов Компьютер Скул. А перед этим будет сидеть Лена и... Улыбаться. Ну, улыбнитесь. Уже улыбнитесь, что же в закупе. Ну, так она, как скромненько улыбается. Вот так уж кем. Значит, а что дальше-то что? А вы никогда не думали, может, мне тестером стать? Нет. А чего? А-а-а, слишком кропотливая работа. Да вы что? Сидеть, оберегать пар. А студенческие файлы, думаете, не так кропотливы? Там тоже, там тоже, ой, там... Ну, как, легко, ты с людьми общаешься, а тестером это же вот с компьютером сидеть, проверять, все. Нет, я люблю людей, как говорится по-английски, I'm a people person. People person, хорошо. Ну, вот, друзья, значит, потихонечку, у нас есть еще одна новенькая, зовут Наташа, мы ее отдельно вам покажем. Вот, а так пока, значит, прошу любить и не жаловаться. Спасибо. Да, давайте так ручкой помашем всем. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова